всем привет мы сейчас ждем подключение от юли герасимовой дизайнера человека который расскажет нам что такое современная русская вот я сейчас жду я так понимаю привет привет девчонки аня ари вика ярослав привет о так я так о так посмотреть выйти юля добрый день проверка связи слышите меня да я слышу вас хорошо а вы и я вас я вас отлично надеюсь наши подписчики нас тоже хорошо слышат юля ну наверное хотелось начать с большого спасибо что вы нашли для нас время выйти в эфир пообщаться рассказать о себе о своей деятельности поэтому вот мы очень 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 рады я вижу на фоне вас уже ваша прекрасная коллекция да мою жестово я подготовила себе все для того чтобы что-то можно было показать если будут какие-то вопросы ну из того что у меня сейчас есть в шоуруме да но вопросов у нас к вам будет много потому что мы за несколько дней их начали собирать я их все выписала вот поэтому готовьтесь ну и наверное такой самый первый вопрос как вам сидится на карантине ну в принципе сидится неплохо я живу за городом последние три года поэтому у меня здесь и шоурум и домашний офис и моя штаб-квартира и мой дом это вообще большой такой шоурум можно сказать да моего творчества мои профессиональные деятельности поэтому для меня такой формат режим абсолютно нормально но конечно некоторые производственные процессы приостановлены приостановлены работа над большими проектами заказами в общем-то и мы заказчики все в режиме в основном ну такое самоизоляции либо неких ограничений поэтому конечно ну хотелось бы чтобы это все быстрее закончилось то что таки малому бизнесу да сложно выживать сегодняшние времена но как-то как-то приспосабливаемся пытаемся работать онлайн зато есть время вот для эфиров для каких-то презентаций и мы наблюдаем за вашими stories вы там переоборудоваете свой дом у вас да наконец-то есть время заняться тем чтобы навести уют да собственном доме как но у меня уютно ведет все таки у нас новый дом но еще есть где развернуться да и что что улучшать и что ремонтировать мы в процессе обустройства скажем так всех этажей вот поэтому есть чем заняться да вот то есть то есть в этом смысле карантин вам тоже немного на да да некая как сказать официально разрешенная передышка да для занятий личным пространством в этом плане да юлия ну вот подписчики просит немножко вам рассказать о себе и как вы решили вообще стать дизайнером то есть когда вы поняли что это ваша судьба что это то чем вы хотите заниматься по жизни сделать это основным делом своей жизни он но это конечно вопрос такой интересный непростой и отвечать можно долго но если вкратце сам дизайн как как профессия да как применение своего таланта конечно была определена уже моей юности моем детстве начиналось конечно все лет десять в двенадцать я очень любила что-то менять в квартире у меня очень была рукодельная деятельная мама в этом плане мы постоянно что-то красили переклеивали обои но перешивали это понятно и шторы и подушки у нас такая была тепловая советская квартира но не типовая с точки зрения обустройства у меня мама обладала очень хорошим вкусом вот и как многие в тот момент она еще и подрабатывала до дома она была очень хорошая загрузчица и швея и парниха у нее была обширная частная практика в этом смысле я лет с 12 и помогала работать я шила сама лет 15-16 это вообще был мой первый заработок а вот в 13 лет я себе придумывала костюмы одежду я была самая модная в классе и в школе конечно конечно представляю они дизайнеры чувствовали внешнего вида и за это я кстати получала все время в школе конечно ну от учителей а это же такая большая проблема вы знаете творческих людей когда они сталкиваются с непониманием особенно когда например есть школьная форма но ты дизайнер но не хочется тебе вот ходить как все у тебя совершенно другое видение тебе хочется и не знаю ну даже блузку совершенно другую да точно у меня была ну как бы школьная форма перешитая у меня была длиннее юбка на кокетке из школьных двух я конечно ну отличалась в этом плане при том что я хорошо училась не отличница но там в череде хорошистов по многим предметам школа там даже закончилась какими-то похвальными грамотами это было смешно но при этом из-за того что мой вид был не совсем формален хотя он не был неприличным да то есть я не ну не тот не формал там уличный какой-то не формал нет но просто это было слишком слишком вызывающе да для той для той системы и вы просто опережали время да опережала время и меня все время как бы за это ну все там отзывали дергали новые завидовали но потом даже некоторые учителя у мамы обшивались благодаря тому что ну у меня были хорошие в рекламу да то есть такой пиар пиар делали то есть я хотела быть дизайнером одежды и все к этому шло и хотела я даже как-то но в принципе то как так что ты делал какие-то попытки там школьные конкурсы и все что с этим было связано моделирование еще тогда уроки труда были такие достаточно эффективные нас хорошо учили и шить и готовить вот куда-то мы там ездили на какие-то международные не международные между угородние соревнования там между школами в общем что-то такое активное деятельное было вот плюс я ко всему еще была много лет редактором стен газеты школьной но сначала класса да потом школьной то есть я не не умею академически хорошо рисовать но такой вот внутренний тоже уже какой-то есть талант да вот он из детства все равно как-то раскрывается и тогда и удача да это можно как-то в жизни потом реализовать я очень красиво всегда и удачно оформляла стен газеты я делала как сейчас это уже мудборды и коллажи да мы понимаем что это такое а тогда это было все чисто интуитивно просто правильно разместить добавить цвета ну то есть компоновка композиция вот такие вот какие-то были нестандартные всегда решение поэтому это была такая моя любимая деятельность в школе остальное как не очень-то прием но творчество творчество а после школы после школы осталось и хотелось мне конечно попасть туда но пошла каким-то сложным путем я решила стать маникенщицей вроде бы были данные но вот в школу на тот момент Вячеслава Зайцева да я делала попытки поступить ну как-то вот таким образом дизайн почему-то я думала надо пойти вот но меня не взяли и в общем я получила кучу комплексов на много лет в тот момент вот и как-то с карьеры но дизайнер как такового у меня сразу не не получилось то есть на тот момент это было уже конец восьмидесятых начало девяностых достаточно сложное там время для этого то есть я как-то долгими такими извилистыми дорожками шла я пошла там 17 лет официальной работы потому что не поступило сразу чем поступал и педагогический институт тоже странно вот ну в общем как-то все сложно но при этом вот мы продолжали решить но при этом вы понимали да что вас тянет творчество в какой-то момент в какой-то момент у вас уже сложилось понимание когда же вы решились открыть собственную студию и почему если я правильно понимаю судя по информации с которой я ознакомилась в общественном доступе то вы начали не дизайна одежды а дизайна интерьера конечно но и только потом не так давно да запустили коллекцию одежды но одежда это просто идет как бы параллельным и дополнительным сейчас таким лейтмотивом просто так получилось что все в жизни сразу связано конечно не стал я никаким дизайнером одежды официально на тот момент и более того дизайну интерьеров я пробую там разные сферы деятельности вот в течение уже там 20 до 30 лет скажем так разные сферы у меня были работы и учебы и это не было связано напрямую с дизайном интерьеров я училась на искусствоведческом потом в факультете у меня есть диплом рекламного специалиста ну то есть очень много всего плюс я еще почти 10 лет отработала стилистом мизажистом ну то есть это очень было непросто со всех сторон со всех сторон это профессию да а пошли дизайнер интерьеров это ведь та профессия которая собирает себе очень много разных сфер деятельности да и самое главное что я всегда работала с людьми я умею людей слушать потому что работаю как ну в сфере услуг скажем тогда всегда дизайн интерьер это та же сфера услуг но только другого уровня и другими инструментами мы как бы апеллируем это раз во вторых вот уже непосредственно снова вернуться в дизайн интерьеров то есть я параллельно что-то делаю всегда для себя там моя первая была квартира естественно моя пламена и мои первые заказчики это мои первые клиенты из прошлой как бы жизни и собственно они меня пригласили свое время все-таки вернуться в сферу дизайна интерьера когда у меня был выбор кризис кризис а у меня был просто момент выхода из декретного отпуска решать куда я иду все-таки чем я буду дальше заниматься потому что вот этот вот декретный период да ну это всегда какой-то переходный переломный момент я знаю я сейчас в этом периоде нахожусь а вот для меня тогда был выходом то есть у меня много было разных планов но вот как-то меня так поймали мои клиенты мои заказчики предложили мне прямо вот в лицо и выйти из декрета очень бурно очень быстро именно в сферу дизайна интерьера потому что был бум было много проектов было много работы меня пригласили просто именно знаю как вот креативного человека да с нестандартным мышлением таким своим очень личным подходом любовью в детали то есть вот все как-то так совпало и это было уже начало двухтысячных годов и мне было больше тридцати лет на тот момент то есть это был достаточно сложный период вот маленький ребенок а как-то быстро я его устроила в сад мне сказали сразу что дизайнер без прав и умения вождения автомобиля тоже не может как бы нормально работать я в усиленном режиме тогда осваивали этот навык да навык вождения и чтобы ну как-то так вот влиться снова в этот вот период чтобы как-то понять как как все это презентовать хорошо можно я пошла на курсы вождения да я отправила ребенка в сад это было очень такое сложное время но как-то с этого времени прошло уже почти 20 лет и вот 20 лет я занимаюсь уже только деятельностью дизайна интерьера декора естественно а уже что касается коллекции это же тоже не сразу как бы произошло но вот какой-то период я работала просто в группе с архитекторами строительной компании мы делали проекты очень много было работы на тот момент потом я уже отделилась да когда уже стала более самостоятельным и зрелым таким специалистом отделилась у меня было много своих проектов на работу а вот мне кажется вот всем нашим подписчикам а в том числе и молодежи очень интересно как решиться на такой важный шаг и создать свой отдельный бизнес но вот сейчас об этом много пишет коучи да там специально но сейчас только школа вы знаете причем и зачастую эти коучи сами не могут ничего создать но зато они всех учат поэтому учат но я вот как раз очень много прошла сама ничего как я говорю просто брать и делать да просто все приходит так я почему-то за не знаю вроде ничего не происходило ну вот да к сожалению пропал звук но я смотрю что мы заново перезапустили к нам опять начинает присоединяться так звук к сожалению пропал как раз на том моменте когда стали давать какие-то советы можно не называть это советами а просто поделиться своим опытом когда вы поняли осознали что вы готовы к собственному бизнесу и вот ну первое и главное то что тоже стала говорить просто когда есть понимание зачем ты делаешь то что ты хочешь сделать с кем ты это будешь делать да какая твоя цель какие твои мечты и желания и собственно когда ты уже имеешь некий профессиональный рабочий опыт не просто там ты захотел прочитав книжку да о том как стать дизайнером или там художником или еще кем-то а когда ты просто ну понимаешь суть профессии суть работы ты в этой теме варишься то в принципе ну никакого особенного там щелчка или напряжение да о том чтобы создать что-то свое вообще не то есть это все произошло у вас органично правильно органично поэтому даже вот сейчас меня многие спрашивают чем ты в итоге занимаешься есть дизайн интерьеров и проектирование есть бизнес как услуга по текстильному декорированию есть создание собственного бренда и развитие коллекции да и вот сейчас то что мы дальше будем обсуждать опыт работы там с теми же народными фабрикой да вот нам очень интересно послушать ваш опыт это вообще все просто естественный эволюционный процесс моей работы вот ничего сверхфантастического и волшебного в этом нет юль ну давайте тогда давайте тогда перейдем вот тоже нам заранее попросили как же вы вообще вышли на фабрику вы либо фабрика на вас почему вы выбрали именно эту фабрику но вот всех очень-очень интересует коллаборация с жестово естественно это действительно сейчас и наш мир дизайна интерьера очень интересует вообще фэшн индустрии но в общем я не выходила сама на фабрику фабрика скорее вышла на меня но каким образом в 2018 году то есть на тот момент я уже 7 лет была юлия у нас опять начинает пропадать звук естественно производственного бренда текстиля и декора для дома и для себя я вот сейчас вас тоже слышу вот сейчас появился звук странно я а вот сейчас я вас слышу а сейчас опять пропадает слышу не слышу что у меня проблемы вот чем дело так так вот сейчас слышим давайте продолжать мы будем отключаться попробуем так ага я начала с того что вот уже 7 лет там к 2018 году я делала свои коллекции под своим брендом и в 2018 году я сделала первую коллекцию именно про русский стиль меня пригласили мои коллеги участвовать в выставке такой тоже у нас выставочный проект интересный тренд трава современный русский стиль может быть кто-то уже слышал там музеем дизайна да именно в сфере дизайна и вот в сфере осмысления русского стиля и в 2018 году вот первая выставка прошла я делала специально к выставке коллекцию в таком в нео русском стиле скажем так ну в своем представлении да о том как мне кажется это будет актуально сейчас и в интерьере и вообще в декоре и на первой выставке представители фабрики естественно были в числе гостей и они с нами там познакомились и пригласили нас на презентацию первую жестовской дизайнерской что я подвела вы подвисли но самое те что мы вас лучше вот все все отвисли так может быть вы куда-то поближе к роутеру опять звука нет Юлия Юлия нет звука нет не слышим вас нет 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 так нам видимо придется так но обидно нам мы с каждым разом теряем теряем у тех людей которые к нам возвращаются может быть вы куда-то поближе к роутеру не слышно вот пишет не слышно так о я знаю что сейчас я попробую вас отключить а вы еще раз попробуйте ко мне подключиться давайте так так сейчас я вас так так давайте мы вам пока пока мы ждем от Юлия вот так выйти в прямой эфир Юлия Юлия да какие то происки я вообще часто выхожу в эфир и таких особых сбоев ну быть не должно не знаю может быть какая то параллельность так ну пока у нас есть время давайте вот значит фабрика сама вышла на вас она встретила вас в музей дизайна да где у вас была на выставке трин трава нет не музей дизайна первая выставка была еще до музея ДПИ в пространстве они были просто в числе гостей потом всех участников пригласили на презентацию дизайнерской коллекции Сергея Сысоева и Жостова я была тоже в числе приглашенных просто очень все мне понравилось мы были вдохновлены но не более того а уже спустя полгода то есть в прошлом как раз таки вот в конце мая прошлого года представители фабрики являются тоже моими подписчиками в инстаграм ну мы как-то так обменивались комментировали друг друга я делаю много обзоров по тканям с которыми мы работаем интерьерными я очень люблю принты очень люблю цветочные принты в интерьере и в декоре использовать вот поскольку живу за городом я теперь садовод любитель я выращиваю цветы сейчас меня слышно да 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 отлично вот я выращиваю цветы я этим вдохновляюсь я выкладываю свои фотографии с красивыми сервировками со своей террасы даже мы вдохновляемся вашими фотографиями видео пасхальными советами как пасхальный стол сделать красивым и вот мы смотрим и думаем боже как потрясающе красиво с каким вкусом все у вас всегда оформлено спасибо то же самое думали представители фабрики и увидев эти посты в очередной раз они мне просто уже конкретно написали юль надо встречаться мы хотим с вами работать и то что вы показываете очень ну цветочные принты и много коллекций в общем нам надо встретиться и я сказала отлично ну с удовольствием приеду если нам будет о чем поговорить серьезно потому что времени реально особо нет да ехать не очень если у вас есть конкретное предложение да я готова тогда я еду и собственно они сказали да хорошо я приехала на первую встречу имея конечно уже ну какие-то такие смутные представления о том что мне предложат конечно сотрудничество и сама я к этому была морально готова я привезла несколько образцов наших подушек свое портфолио до бренда каталог ну то есть тоже подготовилась хорошей презентации до себя и нашего бренда на этой встрече еще раз мы встретились с коммерческим сразу директором директором фабрики ну с генеральным директором да кто сейчас управляет фабрикой мы были вот знакомы на этой презентации но это так было шапочное знакомство а тут уже более такой серьезный был разговор и меня проводили потом вот в музее я с удовольствием сходила на экскурсию все посмотрела послушала мы вернулись в переговорный зал ну и собственно там же началась какая-то конкретная работа мы стали обсуждать вообще возможные точки соприкосновения я сказала что да мне это интересно я бы хотела попробовать но у меня есть встречное предложение я хочу сделать не просто один поднос или коллекцию подносов или какой-то предмет а еще и текстиль да я хочу подойти более глубоко масштабно к нашей работе у меня есть наработки у меня вот есть бренды и так далее у меня есть производственные ресурсы но самое главное я хочу просто сделать жестово тем тем брендом которые в нашем современном интерьере мы бы как декораторы я и мои коллеги имею ввиду их но смогли бы использовать потому что сказать честно но до этого кроме просто уважения и такого пиетета к промыслу историческому да ну вот как к нашему наследию я ничего не испытывала да мне нравится и нравились жестовские подносы но ни в одном моем интерьере и тем более в моей жизни они никак не фигурировали не могли бы быть то есть вот вообще никак вот ну они не встречались в моих проектах и в том представлении о дизайне о стиле жизни которые вот я как бы проповедую в которые я уже как дизайнер состоялась и я сказал что вот у меня такие амбиции я хочу сделать это по-новому по-другому мне нужна некая свобода доверие ну вот я могу то-то то-то и то-то и я делаю конечно это вместе с текстильной коллекцией потому что я человек такой глобальный масштабный и концептуальный то есть если я придумаю концепцию я не хочу ну разложить на много предметов элементов мне хотелось просто как декоратору это вот по-другому представить чтобы это было действительно вау не просто там один красивый поднос а что-то вот целая коллекция ну как настоящий дизайнер вот одной единицы вы ограничиться не могли да это должна быть целая коллекция мне интересно и более того я сказала что если у них есть на данный момент работа соглашения и договоренности с кем-то другим из дизайнеров то я не буду сейчас этим заниматься потому что все-таки ну это и внимание это и ну как бы работа с художниками должна происходить на определенном уровне потом у нас было уже обговорено что мы делаем эту совместную коллекцию к определенному сроку нужно было сделать вот следующий вопрос как быстро вы смогли ее с фабрика реализовать почему спрашиваю потому что многие дизайнеры сталкиваются с такой проблемой что с фабриками иногда бывает тяжело вести коммуникации и все процессы немножко затягиваются это правда да я тоже много знаю других случаев и не так просто например у нас сейчас проходит работа но сама коллекция была сделана очень очень быстро но это просто зависело от того что я умею ну как профессионал концентрироваться да я я опять же как руководитель небольшого своего производства я просто понимаю всю ну техническую сторону производственных каких-то моментов они не сильно у нас отличаются там просто масштабы другие там рисуют а мы шьем тут да вот но в общем то мне принцип был понятен родить идею у меня получилось достаточно быстро а по срокам вот смотрите мы встретились первый раз в середине июля а вот это была наша первая встреча мне нужно было вот пару недель чтобы понять вообще ну что что я хочу попробовать сделать да какой-то концепт придумать просто какую-то вот идею родить мы запустили непосредственно уже в работу серию 15 августа то есть у меня ушел месяц на рождение идей на подготовку концепции на подготовку вот первой встречи уже с художниками непосредственно чтобы дать им ТЗ потому что отличие этой коллекции тоже вот до сих пор меня спрашивают они все понимают да а что сделать здесь дизайнер и там спрашивают рисую ли я сама эти цветы нет конечно не сама я не владею кистью и навыками вы ориентировались уже на существующие какие-то паттерны которые они есть или вы с нуля вместе да я поняла вопрос нет это абсолютно не их коллекция это это стопроцентный дизайнерский новый продукт формы я взяла из музейных подносов то есть я выбрал то что мне понравилось по форме спросила почему вот сейчас так не делают да вот мне бы хотелось использовать эти формы я все фотографировала то есть когда я делала концептуальную разработку я все это учитывала это были выбраны мною формы старинные то что делалось там сто лет назад формы такой тарелки вот все удивляются до сих пор спрашивают это поднос или тарелка но это поднос формы тарелки это сервировочные блюда да когда я уже все это разложила на идею на концепцию что это будет столовый текстиль значит сервировка стола значит сервировочные сеты которые можно комбинировать и создавать всегда свой индивидуальный дизайн на столе там или в интерьере если это декор стильный например в виде подносов то здесь это совершенно новый подход и продукт новое еще и в том ну в общем кроме формы да и некоторых технологических просто нюансов ну исполнения самой вот этой живописной работы самого цветка то есть все таки ну как я смеюсь чуть-чуть днк жесткого мы конечно изменили изменился принцип размещения цветка в моей коллекции соло выступает один цветок на подносе в традиционной жестовской росписи это всегда букет минимум три цветка цветка его расположение все четко тоже мной прописано в каком секторе в каком квадрате условно говоря какой масштаб цветка и более того я все это контролировала на но вы облегчили вот так вот значительно такой традиционный жестовский да рисунок потому что у вас получился он такой достаточно универсальный который подойдет практически под любой интерьер это вам такой большой да то есть я то подошла как декоратор да зная специфику оформления именно интерьерную но я не совсем его облегчила в том плане что его стало меньше как бы ну на подносе но то что вот мы прописывали опять же в концепции на что я обращала внимание художников но при этом я пыталась добиться чтобы этот единственный цветок был произведением искусства то есть чтобы в нем было все прорисовано чтобы это было очень многослойно и живописно более того чтобы были применены больше навыки ботанической живописи мне сам даже главный художник потом сказал что Юль вы хотите просто ну именно ботаническую живопись сделать а не то что присуще жестово но покопавшись глубже с ним я смогла выбудить что это тоже вполне себе ложится вот в их философию и в их философию да и совершенно не спорят собственно поэтому мы это сделали потому что вот видите тоже как на подносе вот в жестовском букете нет стебельков и чуть-чуть ага да принцип о чем мы говорим в жестовском подносе не рисуют стебельки и стволы листики а я их нарисовал то есть мне хотелось чтобы именно цветок как бы рос из контура да вот подноса то есть все 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 цветочки размещены определенным образом не просто так то есть это нетипичное жестово в этом плане совершенно другая подача жестово но она не спорит с их но важно важно что она не противоречит да философии промысла она только его можно сказать современная интерпретация да и у нас сразу у тех кто нас сейчас смотрит к вам вопрос а где же можно купить эту коллекцию смотрите даже где можно купить если мы говорим про подносы то их фабрика делает только под заказ то есть они не делают такие дизайнерские серии на склад это не является их основным продуктом скажем так они все размещены в интернет-магазине жестово они размещены на моем сайте у меня тоже интернет-магазин именно по нашим продуктам то есть можно выбрать можно посмотреть описание размеры стоимость и сделать заказ либо через нашу студию либо там что касаемо подносов напрямую на фабрику я помогаю многим выбрать там цвет или размер подобрать в их интерьере даже по фотографии то есть это я тоже везде об этом говорю с удовольствием это делаю а вот текстильная коллекция да соответственно в их фирменном магазине на пятницкой улице эта коллекция тоже представлена вот до самоизоляции мы успели сделать там такой фирменный корнер где ну в живую это можно увидеть посмотреть приехать там купить если что-то есть наличие либо заказать по этим образцам там же есть и несколько образцов текстильной коллекции потому что там прям вот фирменный такой вот уголочек этой совместной истории а в принципе весь текстиль продается тоже у меня на сайте в инстаграме вы скажите сайт как называется ваш мой сайт называется не очень легко но так же как и наша собственно говоря студия называется ug-art-homedesign.ru ну в моем аккаунте есть ссылка активная то есть всегда можно найти либо просто даже набрав в интернете Юля Герасимова дизайнер вылетают все мои сайты все мои какие-то интересные телевизионные проекты у меня они есть тоже в арсенале ну то есть информация обо мне очень много найти можно Юля вон там еще один вопрос каждый поднос также под заказ расписывается вручную да все именно вручную отличие еще этой коллекции в том что вот подносы сами кованые это занимает тоже определенное время производства потому что все основные подносы делаются на штампованных в основном формах и тогда ну они есть на складе фабрики там вообще есть определенная специфика работы там каждый художник просто имеет ну некий свой план месячный наверное ну не знаю и они рисуют то что они хотят на штампованных готовых формах у них формы стоят на складе ну прям большими такими упаковками то есть у них такая есть творческая свобода да значит рисуйте что хотите к вас да а что касается дизайнерских историй тут конечно ну есть свои нюансы им приходится выполнять прописанную волю я это все четко отслеживаю корректирую ну есть нюансы конечно конечно художнику рассказывать да что он должен нарисовать как бы найти ну какой-то правильный подход и слова чтобы в общем-то художнику тоже было интересно но в общем-то этот шаг делает сама фабрика да они же в общем-то сами заинтересованы в этом они предлагают сейчас дизайнерам сотрудничество они хотят каких-то новых форм поэтому ну если у нас случаются даже какие-то сложности то я всегда говорю ну это все надо с руководством да обсуждать руководство мне разрешило вот но там же у них художники в основном это люди у которых родители у которых бабушки и дедушки тоже занимались этим промыслом насколько я понимаю не у всех не у всех да то есть есть те которые уже в современное время обучились этому мастерству да да и кстати вот тот мастер художник кто начинал вот нашу коллекцию да с кем мы в итоге сработались она молодой автор с точки зрения вот работы на фабрике никаких там нет еще больших ну регалий либо заслуг но она очень старательно да она в этом плане еще готова к новым вот каким-то открытиям потому что она в стадии вот поиска своего пути скажем так да пути своего собственного жестовского стиля да поэтому в этом плане наоборот получилось мы вместе тоже все это решали как мы будем это реализовывать и кто подойдет да на вот ну на реализацию вашей идеи это очень важно потому что я говорю я была настроена на долгое сотрудничество а не на создание одного предмета там просто к выставке как мы это делали вот и поэтому ну это такая обоюдная работа меня занимает это и сейчас много времени более того я много занимаюсь продвижением этой коллекции потому что мне очень нравится результат я вижу ну большую отдачу я вижу что в общем-то это все востребовано но в основном и я занимаюсь продвижением этой коллекции тоже надо понимать многим вот в особенности вот с промыслами так почему это почему это получается довольно эффективно по сравнению с какими-то другими примерами потому что я сама много в это вкладываюсь а у вас дома насколько я понимаю тоже висят шторы из вашей этой текстильной коллекции мою жестовую у меня мебель по моим проектам потому что мы тоже это делаем на заказ у меня подушки естественно у меня предметы декоры которые я в свое время привозила из Италии либо я делаю что-то тоже здесь с партнерами ну да это все мой проект у меня у меня у меня одежде, в текстиле, там, в шторах, в подносах, будут ли ещё какие-то новые формы, новые цветы, что-то ещё? Я думаю, что да, я бы хотела, у меня много идей, и вот с текстилем я экспериментирую, мы уже перенесли не просто жестовский вот этот букет, а мы делаем попытки перенести сам поднос, вот тоже в Инстаграме, кто потом заинтересуется, можете посмотреть. Я пытаюсь сделать вообще нечто новое. Я вела новый цвет в ткань, который совсем непривычен до жёсткого, но это мой тоже чистый эксперимент как дизайнера, но я вижу, что он тоже хорошо поддерживается, мы будем продолжать в этом плане, хотя сама фабрика в общем-то не в восторге может быть пока от тёмного цвета, а я вижу перспективу, потенциал, и это очень тоже, ну это стильно современно, это совершенно другое жёстово, и это интересно, то есть я в текстиле точно будут и новые цвета, и новые цветы, возможно, да, и новые предметы. Продолжите экспериментировать, правильно? Юлия, такой вопрос от фабрик был ещё, а вообще с какими бы фабриками народно-художественных промыслов у вас было бы желание посотрудничать? Ой, очень интересный вопрос, я мечтаю посотрудничать, сказать честно могу с императорским фарфоровым заводом, потому что, ну посуда, да, потому что мне очень близка тема фарфора и керамики и с ручной росписью, ну это вот прям абсолютная такая вот мечта, я бы прям хотел продолжить. Мне очень нравится то, что делает сейчас с моими коллегами Гусь-Хрустальный завод имени Акима Мальцова, но пока я не очень представляю вот в работе со стеклом и хрусталём, но может быть как-то тоже, если это будет связано с... Гусь-Хрустальный нас сейчас смотрит, кстати, ну вот в первом или во втором эфире я точно видела, что они к нам присоединялись. До самоизоляции планировали встретиться у нас здесь с таким штабом нашей вот новой выставки, да, и с Гусь-Хрустальным, с Еленой очень хотели... У них очень современная, руководство, которое понимает о том, что есть такой... Есть потребность делать новые формы, не теряя при этом суть промысла. Это очень важно, когда и промысел, да, и сама фабрика это понимает, когда они готовы в это тоже вкладываться, да, и вот коллектив к этому готов, либо если не готов коллектив, то руководство понимает, как это всё регулировать. Это очень важно, когда есть вот такая связь. Вот, поэтому, я говорю, я не очень себя представляю вот в материале, да, вот в стекле, но это интересный опыт, не знаю, может быть. Что касается каких-то основных, остальных наших промыслов, ну, я просто как дизайнер очень много использую вологодского и вятского кружева, да. Вот это, пожалуй... Есть ещё прекрасная фабрика Елецкие кружева. Да, Елецкие кружева мне тоже очень нравятся, но с дизайном у них я, на мой взгляд, пока ещё вот такое, ну, не знаю, я вижу, что вы тоже пробуете, ищите какие-то формы, используете, но пока вот то, что делает промысел вот сам по себе, да, и даже многие художники, совершенно мне не близко, хотя я люблю кружево и бельгийские кружева очень похожие, да, и венецианские кружева. Мне нравится, конечно, тут всё-таки тоже очень важно, когда есть понимание вкуса, цвета, стиля и вот современного, да, использования. А я вообще занимаюсь только тем, что я сама могу носить, там, либо применить, либо от чего сама фанатею, то есть мне нужно вот зафанатеть. Мне нравится то, что делает сейчас крестецкая строчка. Да, да, конечно, там Антон Геркеев его жена, они просто пришли и, можно сказать, перереформировали всю фабрику, все наблюдают за крестецкой строчкой, все, Юлия, сейчас слышно? О, всё, опять слышно, да, 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 вот крестецкая фабрика просто респект, это действительно очень круто, когда люди сами, да, за свои деньги, собственно, своими мыслями, своими деньгами, делают очень достойнейший продукт, вот всё. И это отличный пример правильного маркетинга, правильного дизайна, того, как можно взять истинно русский промысел, переформатировать его и подать в современном формате. Да, мне очень нравится, и я даже с удовольствием тоже хотела бы что-то в своём гардеробе из их коллекции, так что вот, ну вот, пожалуй, из промыслов пока это всё, ну вот остальных пока не вижу для себя интересных перспектив, не знаю. Мы записали, вы же знаете, наш проект, он как раз связывает дизайнеров и промыслов, и промыслы, поэтому мы вот сейчас записали все ваши пожелания, а вдруг у нас родится какой-то совместный проект. Я буду рада с удовольствием, потому что мне очень понравилось вообще вот как за последние два года ну моё творчество, да, пошло куда-то в эту сторону, как это всё совмещается с теми коллекциями, что я делаю в принципе для дома, при том, что я говорю, в моих работах нет каких-то вот таких простых, лубочных, да, ну совсем же таких русских народных мотивов, абсолютно нет. И мне очень хотелось кстати сегодня, я думала, что я бы хотела сказать именно вот в нашем эфире с вами, мне хотелось и мне очень важно показать русский стиль именно как стиль ну такого высокого класса, да, на уровне международном, когда это не будет просто там матрёшка-хохлома, ну никого не хочу обидеть, да, просто надеюсь, что меня правильно поймут. Хохлома тоже сейчас новую форму применяет, то да, тут имеется в виду то, от чего все устали и то, что уже не очень вписывается в современную действительность. Ну вот клише, да, там ярмарка, там старые арбаты, вот так далее, чтобы нас, нас мир узнавал не по этим предметам, да, а по предметам другого. Которая ещё часть китайская, вот сейчас Министерство промышленности и торговли, оно же активно борется и пытается найти способ решения вопроса контрафакта, потому что во многих этих сувенирных лавках тоже та же кжель, та же хохлома, она китайского производства, заведённая, да, завезённая оттуда. Я вот, кстати, не слышала, чтобы копировали китайцы. В огромных масштабах. И копируют они, естественно, всё не самое красивое, а вот как раз вот эту достаточно дешёвую сувенирку. Дешёвую и качественную такую вот ни в плане дизайна, ни в плане вот исполнения. Вот это очень обидно. И не хочется, чтобы, ну вот наш русский стиль, да, ассоциировался бы именно с этими предметами, а чтобы вот совершенно, я говорю, на уровне дизайна, да, международного промысла. Ну вот вообще, конечно, перспектива. Мне очень бы хотелось, чтобы это представлено было и на Мазонах же, да, в каком-то таком достойном уровне. Вот это моя прям тоже мечта. Это наша тоже мечта. И, опять же, министерство тоже сейчас активно над этим работает. Наш проект Рострустренс, он же реализуется при Министерстве промышленности и торговли. Вот. И министерство сейчас действительно стоит задача каким-то образом вывести это всё на международный уровень. поэтому как только мы стратегия, как будет сформирована, как это всё делать, Юля, я надеюсь, что вы подключитесь к этой работе. Я с удовольствием, это моя мечта, и я вижу в этом большое потенциал. И я вижу, что вот то, что мы даже сделали жёстого, да, это на очень высоком и реально вот конкурирующем, да, таком уровне международном. Поэтому я за меня... Ой, Юля, спасибо вам большое. Уже опять пропадает звук. Странно. Жалко. Пропадает звук, поэтому, наверное, да, мы будем уже завершать наш эфир. Хорошо, Юль, да, главное сохраните, но, к сожалению, помехи будет не очень качественный эфир. Жалко. Ну, зато у нас была с вами очень интересная беседа, и я надеюсь, это тоже не последний наш совместный эфир. Вот, и не последний наш проект. Спасибо вам ещё раз, что вдохновляете, спасибо, что верите в фабрики, спасибо, что творите красоту, что делаете дома, квартиры уютнее, вот, и мы очень-очень надеемся, что мы в скором времени увидим ещё много ваших интересных проектов. Спасибо вам большое. Спасибо. Всех жду на своих страничках. Спасибо. Всё. На связи. Спасибо большое. Пока. До свидания. До свидания. Ага. Так. Субтитры создавал DimaTorzok,